привет парни ну и девчонки наверное решил я записать небольшой подкастик как я это сделал после прохождения основной игры решила записать небольшой подкастик и про каменные сердца про dlc тем более мне есть что сказать и я хочу не то чтобы немного оправдаться я хочу немного пояснить свою точку зрения относительно этого dlc потому что я я боюсь что меня просто неправильно поняли во первых я действительно наверное на последнем стриме был немного не свеж скажем так и в какой-то момент я действительно чуть не заснул может быть поэтому у меня какое-то странное мнение сложилось но у меня еще на втором стриме просто проскакивала что мне было скучновато немного ну такие вещи трудно скрыть странно на самом деле потому что за 150 часов основной игры даже когда я закрывал знаки вопроса на скеллиге такого какого-то не то чтобы уныния но такого вот состояния я не припомню у себя когда ну как-то залипал чрезмерно я не могу сказать что я устал от игры или еще что то просто ну я уже сказал что меня возможно немного немного не зацепило но об этом мы поговорим чуть попозже сейчас секундочку нет небольшой план бросал себя открою да так вот чуть попозже мы об этом поговорим скорее всего сработал синдром завышенных ожиданий я уже говорил об этом на стриме но большинство моих друзей большинство людей зрителей счета большинство просто игроков большинство отзывов в интернете они сходятся в едином мнении то что каменные сердца это чуть ли не лучшее что есть ведьмаке в третьем и ну в трилогии вообще я не совсем с этим согласен но это так то есть у этого делся реально просто ну какая-то народная любовь на стиме из по моему я да я такого вообще практически никогда не видел там три с половиной тысячи положительных отзывов и 32 отрицательных на всех языках 32 отрицательных отзыва из них четыре на русском три из них это школьники у одного там игра не пошла не запустилась второй написал говнарь просто одним словом третий еще что-то игре только один отзыв конструктивный и там человек приводит какие-то аргументы с которыми я в целом с которыми я в целом согласен так что возможно во всем мире вообще только мне еще одному человеку это делся не понравилось даже не то чтобы не понравилось мне понравилось прошли сутки спустя того как я его добил и я до сих пор но у него хорошая послевкусие в этого делся я вспоминаю какие-то события какие-то диалоги персонажей вспоминаю выборы которые были в этом dlc то есть в нем что-то есть это конечно не семь с половиной тут я загнул 8 с половиной можно смело поставить но я честно признаюсь то есть мне основная часть игры понравилась больше чем это dlc это и не удивительно делся никаких вопросов нет оно достаточно продолжительное в нем есть новые механики оно интересное держит в напряжении немного на мой взгляд затянуто но целом как где lc вопросов никаких оно стоит своих денег и так далее но сами понимаете основная игра 150 часов огромное количество квестов и среди них были лучше чем те которые в этом dlc по сути здесь один большой основной квест то есть я бы его сравнил с каким-нибудь квестом из основной игры например с квестом барона там тоже была мистика он тоже был достаточно продолжительным состоял из нескольких частей было несколько вариантов развития и так далее и такие квесты но на протяжении всей игры встречали здесь но такое ощущение все-таки есть что поляки не то чтобы схалтурили но согласитесь если бы эта история присутствовала не виде dlc а немного укороченным возможно формате внутри игры то она смотрелась бы и в таком виде органично и может быть даже поинтереснее единственное что у нее немного странный сеттинг слишком много мистики все эти мужики в халатах с чубами которые ну не знаю меня может быть немножечко смутили вот как раз тот отзыв отрицательный в стиме один единственный там как раз говорится о том что человеку не очень понравилось то что ему показалось что вся история слишком наполнена мистицизмом что она не слишком ведьмачья но это дискуссионный вопрос потому что я уверен что многие наоборот могут заявить то что история которая рассказана в этом dlc она наоборот очень книжная и вполне в духе сапковского я не знаю у меня какого-то своего мнения по этому поводу нет я оцениваю чисто понравилось не понравилось и какие-то моменты действительно было не супер прямо скажем и я об этом чуть подальше расскажу чуть попозже расскажу многие ставят мне в пример основную сюжетную линию ведьмака 3 и говорят что чувак как она тем могла понравится больше чем сюжетная линия каменных сердец я согласен в том что основная сюжетная линия именно основная основной квест особенно ближе к концу где-то начиная с осады каэр морхана изобилует притянутыми за уши моментами я не хочу их заново перечислять потому что у этих моментов естественно точнее у игры много фанатов они могут эти моменты оправдать вы можете поискать на ютубе соответствующие видео от других людей которые шарят за лор которые тоже задаются иногда вопросами почему зачем как так получилось и так далее да сюжетная линия несколько основная провисает но у игры как минимум вполне достойная была концовка именно эпилог слайды финальные расставляют все на свои места поэтому я как-то все весь бред который периодически творился я его довольно быстро забыл и в принципе сюжетка мне тоже понравилось но я сейчас не сюжетку защищаю то есть я не говорю что вот типа ведьмак это 10 из 10 каменные сердца это 0 нет ни в коем случае каменные сердца как часть именно третьего ведьмака на мой взгляд ну она не портит эту игру абсолютно и я считаю что это DLC обязательно имеет смысл пройти я уверен что большинству людей она понравится что как бы показывает большинство отзывов и вопросов никаких нет просто на фоне каких-то моментов если оценивать как вот если бы я отдельно проходил я бы ну наверное восьмерочку восемь с половиной поставил семь с половиной это я конечно загнул да даже вот сейчас стою я на этом месте где собственно говоря была завершена история выполнен договор между гюнтером о димом и ольгертом фон эвериком и вспоминаю какой был балдежный момент когда гюнтер сдул песок с этой арены на которой мы были еще в основной игре поэтому мы сюда пришли не в первый раз и мы увидели что здесь символ луны это был классный таких таких моментов очень много в dlc но они как-то размазываются и ты почему-то запоминаешь какие-то такие немного унылые нудные тем более что dlc проходится часов за 18 если более-менее все делать но там с афирскими торговцами пытаться решить все вопросы закрывать там знаки вопросы на новой территории то наверное часов 16-18 уйдет большинства игроков и темп повествования немного теряется я вообще наверное рекомендовал в этом dlc тем кто проходит прям выстроить как-то так прохождение чтобы практически всегда быть на сюжетке ну я примерно то же самое пытался сделать закрыв сначала знаки вопроса с торговцами все решив но у меня как-то не получилось равно я темп потерял немного но проблема в том что история которая здесь рассказана она не то чтобы неправдоподобно просто она несколько клиширована и сами создатели топят очень сильно в единственном возможном направлении то есть конфронтацию с гюнтером адимом чем дальше мы знакомимся с этим персонажем то тем более инфернальным злым он показан ну достаточно того что хотя бы уникальные уникальное оружие можно получить только если топить против него в концовке ну и то что 20 минут дополнительного геймплея тоже только в концовке против гюнтера адима такое же дерьмо я встречал в пятом gta например но честно там возможность убить тревора искуплял для меня даже час дополнительного геймплея которого я не увидел мне наплевать потому что я настолько ненавидел этого персонажа что просто идея того что его можно убить для меня перевешивала даже то что я вижу нормальную полноценную концовку здесь создатели ну тем же самым путем пошли то есть они сделали настолько рафляную концовку за гюнтера адима где он просто чеканит точнее жонглирует черепом и насвистывает и просто уходит куда-то вдали на этом все заканчивается по сути что любой человек наверное после этого идет и переигрывает даже если изначально он хотел слить фон эверика впрочем вернемся наверное к самой истории а не к ее концовке так вот слишком много клише это обычная история с желаниями которая настолько избита что я даже не знаю я столько фильмов видел на эту тему я уже говорил об этом на стрим самом на основном но действительно я не я я видел и комедии и драмы наверное я читал похожие рассказы я знаю несколько анекдотов на эту тематику про желания которые выполняются скажем так с подвохом я не вижу ничего ничего проблемного в том что сценарий каменных сердец очень похож на сценарий фильма с брендоном фрейзером и элизабет херли тем более гюнтер один намного сексуальнее чем элизабет херли но серьезно история реально ну очень не нова и она при этом растянута то есть подачи и идет очень медленно каждый раз смотрите вот как она идет есть серия мини квестов которые двигают основную сюжетную линию этого делся каждый раз в конце этого мини квеста тебе рассказывают немного о ситуации в которую попал ольгерт то есть рассказывают про то как он любил эту ирис как появился афирский принц как он продал и каждый раз в конце этой истории то есть и рассказывают ее минута три четыре в очередном длинном диалоге и каждый раз в конце добавляют какую-нибудь маленькую деталь ну например спойлеры да я забыл предупредить естественно в этом видео будут спойлеры например то что он допустим еще и своего брата продал помимо своей души за то чтобы быть с ней или то что он убил батю этой ириса или то что он ее в доме законопатил каждый раз добавляется одна крупица но каждый раз тебе приходится вы выслушивать все то же самое что ты уже слышал какой-то момент мне реально начало создаваться впечатление что например я нашел на ограблении записку в которой примерно рассказывается ну что происходит и что произошло и меня начало складываться впечатление что некоторые персонажи мне эту записку читают в дальнейшем в диалогах по нескольку раз и вывод и мораль которая несет себе эта история она угадывается вообще на первом часу прохождения то есть бойся своих желаний типа и все такое и не продавай свою душу дьяволу и так далее то есть ну какие-то очевидные абсолютно вещи и окей наверное возможно кто-то это в первый раз увидел но мне было вот в такие моменты несколько скучновато несколько скучновато все остальное что здесь происходило например та же самая свадьба ну тоже там не супер оригинальная идея прямо скажем то есть то что в тело геральта вселяется другой человек такое мы тоже видели в кино но тем не менее это реализовано было прикольно тем более что там есть персонажи которым ты сопереживаешь это и брат фон эверика который успевает запомниться это и шани который с которой хочется замутить то есть там есть те кто тебя цепляет в основной сюжетной линии ну серьезно я не могу сопереживать этому ольгерду ну вообще не получается у меня он выглядит как то не знаю может быть это мои личные какие-то загоны но мне просто не нравятся люди которые внешне выглядят как он ведет он себя неадекватно причем возможно когда-то до договора с гюнтером адимом он и был другим человеком но мы об этом только слышим пару раз от ирис в основном и проверить мы этого не можем потому что на экране он всегда мудак и то что у него типа каменное сердце стало из-за того что он заключил этот договор ну я не знаю мне кажется он просто мудак и он всегда таким и был во всяком случае у меня сложилось такое впечатление у него даже какого-то проблеска нету положительного персонажа просто какой-то хипстерок в депрессии в общем да но давайте лучше вспомним вот именно хорошие моменты как те которые вот связаны со свадьбой то есть в этом dlc действительно есть очень много забавностей которые во первых просто лучше сделано лучше сделаны заставки многие диалоги именно которые юморные там фразочки просто ну хоть стой хоть падай я не спорю тут этого навалом и чуть не больше чем в основной игре ну то есть примерно столько же но тут это подается за 18 часов а там за 150 я в голос ржал наверное ну столько же сколько за все прохождение и при этом мне понравился и контраст вот этих вот смеха турочек относительно грустных моментов то есть минуту назад ты мог угорать и через минуту тебе уже ну немного не по себе от происходящего это классно сделано пожалуй вот за это я восьмерочку такую вот и ставлю этому dlc но все таки каких то моментов когда ты вообще не знаешь как реагировать эмоционально на происходящее их несколько больше потому что ну из симпатичных персонажей например в этом dlc одна шани тебе ну совсем некому сопереживать тот же барон он может вызывать разные эмоции какие то еще персонажи с которыми ты встречаешься ламберт например даже ведьмак в красных сапогах здесь же ну как то совсем безразлично происходящее и это это минус для меня из положительных вещей это разнообразие квестов то есть видно то что вообще в ведьмаке есть вот эта фишка то что здесь даже ну безусловно здесь есть и захват вышек ну то есть знаки вопросов и другие какие то современным рпг присущие вещи например ну просто там мини квесты из разряда возьми там приотнеси принеси подай там сбегай куда то или чисто прочти записку найди сундук да это все есть но большинство заданий которые присутствовали и в основной игре и в dlc они стараются быть оригинальными то чего очень не хватает например беседки на мой взгляд даже в самых их лучших и всеми любимых играх типа скайрима они в бесконечных самоповторах то есть ничего оригинального практически никогда там не встретишь хотя у многих другое мнение но я сейчас не хочу ссориться в очередной раз с фанатами elder scrolls или там фалачей новых беседковских но я думаю моя мысль понятна здесь есть все время попытка какая то соригинальничать иногда получается как в случае например со со свадьбой очень неплохо смотрелся квест с ограблением особенно в начале когда был аукцион и сбор напарников само ограбление мне показалось несколько скомпанным и в нем по сути отсутствует ограбление как таковое по сути это просто ну драка в хранилище с последующим выбором то есть такое в себе относительно неплохо но я бы не назвал это оригинальным квестом и есть оригинальный квест но который просто скучно проходить это квест где надо попасть в картину сначала кстати это круто выглядит но когда ты проходишь воспоминания которые в доме происходят то это становится еще ну и абсолютно обычно выглядящим квестом короче вы поняли о каком я говорю это где-то попадаешь в картину и восстанавливаешь воспоминания ирис и борешься с ее кошмарами это скучно это просто два часа поиска предметов с ведь бачим чутьем расставление их на нужные места конечно в этом есть некая оригинальность особенно в начале когда ты попадаешь в эту картину и там прям видно краски и графика так меняется это круто но в дальнейшем все это скатывается ну к собиранию вещей ведьмачьим чутье и расставлению их по местам на протяжении довольно длительного времени и ты идешь по этим комнатам и собираешься я реально чуть не уснул в тот момент может быть если бы я днем играл это я легче бы это перенес но это душно кто-то может поспорить со мной но может кто-то мне сказать что я что-то не понял но нет я там прикалывался немного постоянно неправильные вещи выбирая на самом деле это даже не сложно это просто отнимает время на прохождение будучи довольно неинтересным тем более что восстанавливаем мы воспоминания которые мы в принципе уже примерно знаем потому что каждый блять встречный персонаж в этом DLC рассказывает нам историю бля несчастного Вольгерда либо он сам нам ее рассказывает либо мы находим записки и по сути эти воспоминания Ирис ну разве что привносит вот очередную крупицу там относительно ее отца короче это реально было скучновато хоть и оригинально единственное что спасает это ну вот этот вот налет мистицизма какой-то оттенок хоррора очень прикольный ключник здоровский дизайн хотя на мой взгляд сворованный из Silent Hill kind of чего-то такого да кстати я должен еще один плюс этому DLC зафигачить интересные боссы в игре не так много интересных боссов было финальные боссы вообще сливные абсолютно здесь действительно пришлось попотеть это при том что я даже играю без авто левелинга но в паре мест я ну скажем так не был прям уж таки я даже не знаю как это объяснить короче это не был изи мод хотя все остальное в этой игре в принципе довольно легко проходилось возвращаясь к персонажам то о чем я уже сказал что не так много тех кому хочется переживать ну возможно специально так и сделано ну знаете каменные сердца как бесславные ублюдки практически то есть чтобы или как омерзительная восьмерка чтобы ну типа особо никто сострадания не вызывал но как раз таки те персонажи которые запоминаются хотелось бы немного больше про них то есть ну той же Шиане могло бы быть побольше ее довольно много но почему 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 она как-то убегает неожиданно абсолютно ну то есть это как бы вытекает из повествования из ее будущего которое мы знаем из книги и так далее понятно что с ведьмаком она быть не может но тем не менее а бабка которая мутила с весь миром лучше бы они развили эту линию вот это было бы реально интересно я кстати не знаю возможно это еще где-то будет упоминаться то есть я не помню вообще практически ничего из крови и вино я не знаю есть ли еще контент возможно какой-то дополнительный контент остался и в самих каменных сердцах поэтому я ничего не могу сказать возможно эта бабка еще появится но хотелось бы вот эти истории немного под раскрутить те которые действительно важны для нас ну в лице Геральта потому что я не вижу вообще никакой заинтересованности главного героя в происходящем кроме возможности убрать с лица отметины я даже думаю что поляки на самом деле эти отметины придумали в самом конце когда задумались а в чем вообще мотивация главного героя помогать этому блять Ольгерду а что если игроку не будет грустно от его истории любви с Ирисой от того какая она печальная вся такая и тоскливая хотя я уверен что ее такое сделали чтобы хоть немного разжалобить играющего и они такие ха давайте-ка нанесем тогда видимаку уродливые шрамы которые ему нужно будет убрать со своей морды ну потому что как-то с ними не камильфо и они уже действительно слишком страшные я бы на их месте вообще хуй на лбу бы просто выжиг на чтобы еще больше мотивации добавить или там я не знаю надпись пидор на груди или еще что-нибудь вот это было бы вообще топово но серьезно я не вижу вообще никакой заинтересованности у Геральта в том чтобы решать вопросы кроме как свести с мордой этот шрам то есть нет какой-то личной ставки если бы в конце Гюнтер 1 брал в заложницу например Шани я не знаю впрочем что было бы если бы я пошел по ветке драки с Гюнтером с Гюнтером Адимом возможно что-то подобное бы и произошло но тем не менее если бы была гигейта не знаю дополнительная мотивация тогда еще ну как-то можно было заинтересоваться в том чтобы пройти по ветке Ольгерда при том что сама игра ну всячески всячески топит за концовку именно за Ольгерда то есть это очевидно и дополнительные 20 минут геймплей и лут то есть вы прекрасно понимаете что сами разработчики они вот такую вот концовку как истинную придумали но блин я не знаю мне говорят что это выбор типа между злом потому что Ольгерд тоже человек нехороший который сам продал свою душу и типа большим злом абсолютным злом которым является Гюнтер 1 я так не считаю это выбор между злом и нейтралитетом который приводит к победе большего зла но к победе или в чем она заключается вообще эта победа ну типа заплатила своей душой Ольгерд но он же знал на что идет по большому то счету подписывая такие договора вторая ты должен догадываться о том что тебе придется расплачиваться это все равно что я не знаю вот например к вашему соседу которого вы в принципе и знать не знаете придут коллекторы и начнут у него бабки выбивать за то что он взял кредит в банке на лям рублей и чё вы побежите рубить этих коллекторов серебряным мечом с какого вообще перепугу я в принципе то в эту историю ввязался только для того что только потому что обстоятельства так сложились и неважно благодаря чему они так сложились благодаря ли тому что так все и запланировал Гюнт ради им или из-за того что Ольгерд дебил которому просто захотелось чтобы мы убили жабу принца потому что ему наскучило это развлечение это по большому счету неважно в данном случае Геральд был жертвой обстоятельств и хорошо что он из них выбрался практически не замаравшись и практически на тех же позициях на которых он в эту историю и попал я посмотрел примерно концовку точнее прочитал что будет если втопить за Ольгерда и в конце ты все равно не убиваешь Гюнтера Адима то есть он как бы говорит видимо о том что они еще встретятся как в принципе и в этой концовке но здесь то идет взаимовыгодное сотрудничество поэтому возможно следующая встреча не будет какой-то слишком уж страшной ну может еще какие-то три желания выполним для кого-нибудь или типа того а вот именно в той концовке он злой и очевидно что в следующий раз он уже ну не будет скажем так позитивно настроен главному герою и все это ради какого-то Ольгерда зачем связываться с абсолютным злом ради какого-то просто ну я не знаю бомжа грубо говоря рандомного кроме того практически все кто страдает в результате действий Гюнтер Одим и безусловно заслуживают этого вот сами посудите я вообще считаю что позиция то что Гюнтер Одим это либо там джин либо демон либо дьявол она ничем не подкреплена я считаю что разгадка намного проще достаточно просто взять первые три буквы его и полного его имени Гюнтер Одим да и если вы знаете английский язык то вы сразу поймете кто это на самом деле такой более того ну тут даже какие-то знания религии не нужны или там ну не знаю там поверхностные знания о Ветхом Завете возможно чтобы сложить два и два более того он наказывает всех персонажей которые страдают погибают он наказывает их всех за очевидные грехи то есть батя Ирис умирает за алчность потому что хотел выдать свою дочь за более богатого жениха сама баба страдает за уныние в которое она впала это между прочим тоже смертный грех брат за брат Витальд страдает за зависть за похоть соответственно он завидует своему брату и он любит скажем так блуд сам Ольгерт страдает за гордыню и за гнев это очевидно ну и не знаю алкаш которому воткнули в глаз ложку ну пусть он будет чревоугодником к примеру ученый сатанист умирает ну не знаю по принципу сотворения кумира который собственно говоря его и убил по большому счету но при этом Гюнтер Одим был так милосерден что вернул ему зрение и позволил посмотреть на себя так что я думаю что всем понятно на самом деле кто теперь такой Гюнтер Одим и что вовсе он не дьявол а скорее наоборот я шучу на самом деле это полный бред но я прочел эту тиларию на одном фанатском сайте и она мне уж больно понравилась для оправдания моих действий в конце игры скажем так в общем я не знаю я просто скажем так здесь же еще такая ситуация была то что выбор типа напасть на Гюнтера Одима он дает он очень быстро его надо принимать вот буквально вот в этом углу вот ну то есть почему я сейчас вообще об этом говорю до конца все таки не уверен в том что я поступил правильно наверное я даже поступил неправильно и так было не задумано и хороший бы персонаж естественно напал на Гюнтера Одима и так далее вот тут он его схватил у него сгорел этот договор и там буквально на несколько секунд появляется вариант вписываться или нет я такой подумал а зачем для чего ради чего ради кого ради почему я должен это делать я не нашел за эти секунды ни одного ответа более того прошли сутки я до сих пор не понимаю зачем кроме того чтобы быть хорошим это нужно делать в конце концов Гюнтер Одим в сотню раз более охуенный персонаж чем Ольгер он классный он одно из украшений этого DLC да злодеи тоже могут быть симпатичными может для кого то это секрет но блин каким бы злым он не был и так далее но он крут и Ольгерт вообще не крут ладно бы хотя бы ну я не знаю разборка с Одимом как то повлияла бы на что то важное но второстепенное допустим не на судьбу Ольгерда на чью то другую судьбу возможно людей которые для ведьмака важны или зацепили его но по сути нет история от этого сильно не меняется поэтому долги надо отдавать пожалуй на этом как бы весь сюжет и держится и вы можете безусловно переиграть как вам нравится каменные сердца на самом деле неплохое DLC запоминающиеся я вот сейчас все больше думаю о том что действительно у него охренительная послевкусие она запоминающийся и несмотря на то что были скучные моменты в следующий раз если бы я перепроходил я бы был готов к ним и у меня уже не было бы синдрома завышенных ожиданий я бы с удовольствием прошел это DLC еще раз и когда нибудь обязательно пройду посмотрю другие концовки и так далее но первое прохождение ну вот такое оно получилось у меня была мысль переиграть концовку да все таки напасть я сидел и молчал тогда во время титров не просто так я типа думал блять переиграть что ли но во первых это в каком-то смысле сейв скам я использовал его несколько раз во время прохождения когда последствия моего выбора и фразы которые говорил геральт были не очевидны для меня то есть я переигрывал из-за того что ну типа результат мне не понравился я типа думал что все будет по-другому но здесь я все таки не нашел себе оправдания для сейв скамерства у меня было несколько секунд на принятие решений решение я по сути никакого не принял нейтралитет наверное это нельзя назвать в полном смысле нейтралитетом но тем не менее и поэтому не злитесь на меня я даже не знаю перед кем я на самом деле если за то что цири стала блять правительницей не люгарской меня захейтили за это хотя это вовсе неплохая концовка ну как ни крути ну признайте что в ней она не настолько плохая как например смерть цири блять если меня захейтили за это то ну там хотя бы понятно кто меня захейтил фанаты цири то кто здесь меня хейтит я не понимаю неужели у Ольгерда так много поклонников или мои действия бьют слишком сильно в ваших глазах по авторитету геральта который становится плохим я кстати не уверен на самом деле стал бы вступать в конфронтацию с кем-то типа гюнтера адима книжный геральт или нет тем более при столь низкой личной мотивации я не уверен вот я не уверен лично мне кажется что здесь тоже возможно были разные варианты в конечном итоге пожалуй что в конечном итоге пожалуй что закончим тем что я рекомендую это DLC тем кто прошел основную игру я знаю мне до сих пор многие люди пишут то что после маяк стримов они купили третьего ведьмака наиграли там по 100 по 200 по 150 часов получают настоящий кайф и это круто потому что это одна из немногих игр я не знаю сколько времени у меня была игровая импотенция наверное блять с самого второго фоллаута у меня биба не стояла на игры и эта игра она вернула и даже это DLC оно периодически заставляло что-то пошевелиться вот поэтому я не хочу чтобы ну несколько токсичное завершение стрима или какие-то выводы которые я говорил когда я уже просто ну не знаю после скучного квеста просто вместо Аксинфурта в Новиград прискакал или еще что-то я хочу чтобы это портило впечатление и мнение о самом DLC других людей потому что я знаю что у многих людей своего мнения абсолютно нет возможно именно из-за этого люди проходят на общепринятые концовки к примеру но тем не менее у большинства людей нет если кто-то говорит например у кого есть определенный авторитет что то или иное говно то так оно и будет в дальнейшем для большинства людей то есть вот я сказал что DLCшка там на семь с половиной что скучновато было и там зайдешь через месяцок в Steam в отзывы и там уже не 34 отрицательных отзыва а 100 но нет на самом деле это не так DLC замечательная во многом но есть в нем что-то такое что вот не смогло меня зацепить наверное это связано именно с ключевыми персонажами которыми 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 я так и не смог начать переживать сопереживать то есть вы можете еще раз посмотреть осаду Каэр Морхана на стриме и я тогда не знаю на 100% умрет ли весь мир хотя я догадывался о том что это произойдет честно ну не то чтобы я спойлеры какие-то схапал но я знал что это возможно но я не знал можно ли его спасти вы можете вот посмотреть теперь когда вы это знаете посмотрите как я трайхардил блять я уже об этом говорил по-моему в подкасте основном ведьмаке но тем не менее как я трайхардил чтобы его спасти да я блять жопу бы разорвал я бы 30 минут трафадимов нахуй насадил лишь бы весь мир жил но ради Ольгерда блять мне даже яйцо почесать лень несмотря на то что всем этим домом с Ирис и всей этой истории из меня так давили слезу так давили но не получилось не знаю и вся эта попытка выставить Гюнтера Адима злым и инфернальным привела меня вообще к прямо противоположным выводам как я уже сказал о том что он не дьявол а наоборот но это так это естественно только в мире ведьмака вот что ж друзья я надеюсь этот подкаст расставил некоторые вещи по своим местам кто-то кто на меня пригорел перестанет пригорать кто-то улыбнулся от моих нелепых выводов кто-то начал гореть еще сильнее анальным пламенем ну а кому-то вообще насрать скоро поедем в Туссент это тоже будет наверняка интересное приключение еще раз спасибо что смотрите марафон я могу лишь сказать что давно даже несмотря на какие-то душные моменты возможно какое-то нытье от меня которое вдруг неожиданно просочилось потому что даже мне как-то самому было неприятно потому что мне с одной стороны нравится но с другой какой-то в общем вы поняли давно так классно не было на стримах поэтому приходите смотрите и будем добивать последнее уже дополнение и прощаться с Геральтом из Ривии потихонечку увидимся спасибо за внимание пока да проверяя то что я поназаписал я вспомнил еще пару вещей которые я хотел сказать относительно самого DLC это вот единственный момент я помню который действительно меня немного ошарашил я не знал что DLCшная территория я не помнил этого что и не было в ванильной игре что вот этой правой части Велена просто не было да и над Новиградом мне всегда казалось что карта была примерно такая и я думал что просто какие-то левые деревни завезли контент я понял что на самом деле в DLC появились новые территории но честно говоря когда меня поймали афирцы ну точнее как Геральта поймали афирцы то я задумался точнее я подумал что дальнейшие приключения будут как ну и в случае с Кровью и Вино будут проходить на какой-то новой локации этого не случилось ну окей просто небольшое такое отсутствие разнообразие что ли по сути те же самые декорации это всегда но с другой стороны Аксенфурд задействовали который в основной игре мы посещали буквально 3-4 раза и то чтобы послушать шушуканье Родовида по большому счету так что это такая ну это не совсем претензия я в принципе не знал чего ожидать от DLC поэтому в какой-то момент я подумал нифига себе будет афир но ничего подобного и в дополнение еще про Гюнтера Адима по сути самое мне писали просто в личку почему я не взял в награду седло там бесконечную хавку или еще что-то по сути самое важное и принципиальное для меня в этом DLC было сделать так чтобы никто никому ничего не был должен то есть Гюнтер Адим он нам еще в начале игры помог с ну скажем так навел немножечко на след Йеннифер но это я не вспоминаю потому что и он этого не вспоминает по большому счету он припоминает это один раз но не как долго да договор вот был единственный о том что он спасет нас с корабля из плена афирского что он и сделал и соответственно он как бы предлагает награду за выполнение задания в дальнейшем после того как мы ну я так понимаю он уже пытался найти каких-то людей которые выполнили бы желание фон Эверика потому что сам Гюнтер Адим по условиям договора это сделать не мог но подошел на эту роль только Геральт благодаря своим безумным умениям и и после того как мы эти желания выполнили по сути ну соответственно все мы переставим быть его должниками и мне не нужно больше никаких от него подгонов баш на баш то есть он меня спас я ему помог все по моему еще раз еще раз подумайте по моему это очень честно неважно насколько злой персонаж Гюнтер Адим но это очень честно это просто по пацански в конце концов йоу да летом все в порядке с его много Продолжение следует...